Привет, с вами Виконста. Сейчас я нахожусь в центре Донецка и сегодня я покажу, как же город украсили к Новому году. И это центральная улица в Донецке. Сегодня прогуляемся вечером, посмотрим же, как украсили город к новогодним праздникам. Погодка, конечно, в этом году что-то вообще не зимнее. Декабрь месяц, уже скоро Новый год, а снега не видно. Пару дней все-таки полежал снег, но буквально там через 4-5 часов он начал таять. Светодиодные линии, которые натянуты вдоль пешеходной зоны. Здесь зона для велосипедов. И точно так же, чуть дальше, туда ближе к Донбасс-палацу, там точно такие же зеленые LED-овские эти лампочки. Подошли мы к театру оперы и балета и вот так он украшен. Синие гирлянды и по периметру такие ярко-теплые желтые тона. Я буквально минут 5, наверное, прошелся от библиотеки имени Крупской. И сюда практически на площадь Ленина уже рука подмерзает. Ветер дает о себе знать. Вот двойка троллейбус, которая начинает свое движение от ДМЗ и заканчивает на железнодорожном вокзале. Ну и сама улица Артема. Точно такая же лента висит. Светло-зеленый цвет. И вот туда дальше уже видим центральную площадь в Донецке. Елку еще не зажгли. Зажгут ее 24 декабря. Ну, потом со временем, либо в Инстаграм, либо в ТикТок, обязательно добавляйтесь, ищите меня. Сегодня покажу вам, как же будет выглядеть елка в 2021-2022 году. Ну и вид с этой стороны. Влог сегодня простой, спокойный. Немножко покажу вам, как же украсили сам город. Видите, все в капюшонах стоят и прячутся за остановкой, так как действительно задувает. Какой пронизывающий вид. И вот уже на фоне видно декорации. В этом году обещаю чуть побольше фотозон сделать. Но как раз мы сейчас пройдемся, глянем, какие же новые локации там подобавляли. Давайте спустимся в подземный переход. И перейдем на ту сторону, так как неохота идти аж туда. Начнем с этой стороны и закончим уже в стороне новогодней елки. В переходе ветер дует еще сильнее, чем на улице. Вот такой сквознячок. С той стороны заходит ветер. Все-таки Новый год не за горами. Люди готовятся. И выходим с другой стороны на улице. Вот остановка. Это если в сторону уже до вокзала ехать. И вот начинаются здесь точки фотозоны, где можно запечатлеть себя на фотоаппарат. Сделать фоточку, добавить в интернет. Вам там поставят очень много лайков. Напишут комментарии. Поэтому приходите. Делайте фотографии. Это уже скульптура украшенная стоит очень давно. Не знаю, года 2-3 точно. Она в принципе хорошо выглядит. Стильно. Капли падают. По периметру, видите, деревья украсили в светодиодные лампочки. Разного цвета. Вот диоды. Елка в красном цвете. Вот еще. Дальше там три сердца на фоне. И здесь точно такие же декорации, как и там по кругу. То есть замыкается круг. Цвет приятный. Пурпурный. Это такой яркий красный. Ну и вот сердца. Здесь тоже можно красивую фотографию сделать. По периметру стоят елки. И в разных просто цветах. Здесь уже подготовили розы к следующему сезону. Выдвигаемся в сторону проспекта Ильича. Туда вниз дорога идет на Кальмиус. Ну вот еще панорама. Эти трава зеленая-зеленая на видео кажется. На самом деле не такая она зеленая. Такой ярко-светло-зеленый цвет. Морозная. Морозная свежесть. Выходим на центральную площадь. И вот елка стоит новогодняя. 2022 год на фоне. Но елка еще не зажжена. Вышел немножко показать вам морозного такого Донецка. Давно не было видеороликов. Решил вас побаловать чуть-чуть. Три двойки и ноль. Только ноль, видите, не замкнутый, а открытый. Еще не закрывали его. Так что в 2022 году ноль вы сами будете закрывать. Все впереди только у вас. В ваших руках. И вид с этой стороны. Сама елка. Сверху звезда. Чуть дальше. Такие же деревья. Такие же светодиоды. И вот там фонтан. Сейчас тоже поближе подойдем. Покажу вам. Фонтанчик. В этом году делали реконструкцию его. Модернизировали соски, с которых выливается вода. И он чуть покрасивее стал. Там добавили немножко освещения. Ну вот так выглядит Донецк в преддверии Нового года. Там еще декорацию поставили. Ну и вот сам фонтан. Морозная свежесть. Класс. Вечерком хорошо прогуляться. Дело полезное сделать. Ага, вот они перенесли этого паровозика в эту сторону. В том году он с той стороны стоял. Вот там в районе даже светофора. Чуть ближе к пешеходному переходу. А сейчас паровоза перенесли что-то сюда. Колокольчик. Там домик. И внутри он что-то колыхается. Вот это вот на кого похож? На какого-то чувачка, который махает рукой. Быть может. Либо знаете, раньше такие чайнички были. Пиалки. Туда наливали и можно было с этого хоботка воду пить. Либо чай там. Что хотите. Вот еще декорация. И вот паровозик. Так, этот пакет картину портит. Надо его выбросить. У кого-то видимо улетел. И вот паровозик. Мне очень нравится. Просто стильно. И одновременно красиво. Ничего лишнего. Ну и вот большая такая фотозона. С надписью 2022. Сейчас давайте перейдем на ту сторону. Я вам как раз покажу. Вот здесь лавочки. Не знаю, наверное, холодно все-таки сидеть. Зимой. А так освещение здесь очень хорошее. Светодиоды решают. Поярче все-таки они светят, чем обычные вот эти лампочки. С вольфрамовой нитью. И вот какое освещение. Хорошо видно. Тем более, если в хорошем качестве снимать, то вообще шикарная цветопередача и картинка будет у вас на экране. Сегодня я показал вам центр города Донецка. Как его украсили в преддверии Нового года. Но если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну и, конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконство. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok